8 лет, 4 месяца, 10 дней. Так Елена Конобеева отвечает на вопрос, когда для нее началась история борьбы за безопасность железнодорожных пешеходных переходов в Сергеевом Посаде. Дочь Елены, Олеся, погибла на путях в районе железнодорожного переезда на улице 1-я Рыбная в октябре 2014-го. С тех пор Елена вступила в борьбу за то, чтобы железная дорога сделала переход безопасным. А те, от кого зависело обеспечение безопасности в момент гибели дочки, ответили бы перед законом за халатность. Пешеходный переход на рыбный до 2021 года, пока мы не сделали вторую дорожку и не оборудовали его свето-звуковой сигнализацией, это была технологическая. Вот подпись самого подсудимого Журавского, что это технологическая дорожка. То есть вообще по ней никто не имеет права ходить. И, конечно же, допускать людей совершенно неподготовленной, без одежды специальной, они не имели права. Старания инициативной группы привели к тому, что РЖД оборудовало пешеходные переходы свето-звуковыми сигналами. Переезд на улице 1-й Рыбной оснастили второй пешеходной дорожкой, реконструировали платформы. Однако всего этого не было в 2014-м, когда погибла Олеся Конобеева. Тогда начальником Александровской дистанции пути был Сергей Журавский. За пять лет следователи собрали 16 томов уголовного дела по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она говорит о халатности, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Прокурор просил два года шесть месяцев. Я считаю, что это очень справедливое решение. Тем более, что срок давности вышел и никто его сажать в тюрьму не собирался. Но был бы прецедент, говорят родственники пострадавших. Сегодня в Сергеево-Посадском суде огласили результивную часть приговора. Оправдан за отсутствием состава преступления. Еще нужно это все переварить. Для того, чтобы обжаловать и идти. Кому обжаловать? Вот куда идти? У нас за 10 лет 81 человек погибло и 50 получили смертельные травмы. Сейчас Сергей Леонидович Журавский поднялся по карьерной лестнице и является главным инженером Департамента безопасности движения российских железных дорог. Два года назад я сама чуть не погибла на переезде на улице Первой Рыбной. Я считаю, что он опасный. А у нас ведь ты выходишь просто из-за будки стрелочника, и у тебя метр пространства, чтобы ты оценил ситуацию и увидел, что поезд на тебя надвигается. Вообще, в идеале, я считаю, что в таком месте по всем регламентам положен надземный переход, который там и существовал. Его убрали по причине ветхости, как я узнала, и нового не построили. Есть информация, что рассматривается вопрос реконструкции железнодорожной станции с выводом Пакгауза за пределы города и обустройство выхода с платформы в сторону микрорайона «Звездочка». Оксана Мирошникова, Сергей Кошайкин. Программа «События». Программа «События»